Я, наверное, на этих слайдах и расскажу про программу. На всякий случай давайте общие слова скажу про саму программу Министерства экономического развития. Это новая программа, которая создана, так скажем, на базе старой программы, которая существовала у нас, по-моему, с 2006 года. Новая программа в рамках национального проекта вписана по развитию малого и среднего предпринимательства. То есть мы говорим о том, что Министерство экономического развития специфирует индустриальные парки как инфраструктуру для развития МСБ на территории. Какие основные требования предъявляет Министерство к проектам, которые хотят поддаваться на субсидию? В основе у нас требования национального стандарта. Все стандартно, в этом смысле. То есть это не менее 8 гектар для территории парка, не менее 20 тысяч квадратных метров готовых помещений. Если наша полезная площадь – это готовые помещения на этой территории. Здесь по резидентам принимается производственная компания всегда. Не менее половины площадей должно быть занято резидентами и среди них должны превалировать субъекты малого и среднего предпринимательства. То есть большинство площадей должно быть занято субъектами МСБ. При этом проект должен софинансироваться со стороны инвестора. То есть размер субсидий у нас ограничен 250 миллионами рублей в один год. Максимум можно получить 500 миллионов рублей, если вы подаетесь на двухлетнюю субсидию. При этом 20% от стоимости проекта должно быть профинансировано инвестором. Ну и стоимость проекта здесь складывается, собственно говоря, в деньги инвестора плюс субсидии. Это Х, 20% от которого должен профинансировано вложить инвестор. При этом субсидирование подразумевается финансирование со стороны региона. Это не прямая субсидия, то есть на самом деле это дается регион. Регион софинансирует проект, есть соответствующие доли софинансирования для каждого региона. Они очень разные. Есть регионы, где у нас 40 на 60. Но для большинства регионов это все можно посмотреть. Это соотношение примерно 3 на 97. То есть 3% вкладывает региональный бюджет, а 97% в федеральный бюджет. Для того, чтобы податься нужно собрать комплект документов. Там есть формальные документы и есть ключевые документы, которые, собственно говоря, оцениваются по бальной шкале. Их содержание оценивается также по бальной шкале. Во-первых, это пояснительная записка, бизнес-план, мастер-план и финансовая модель. Проект содержания уже Максим расскажет подробно. Во-вторых, это документы проектные на те объекты, которые вы хотите просубсидировать. То есть это проектно-сметная документация и госэкспертиза на эту документацию. И, соответственно, такая же госэкспертиза на достоверную сметную стоимость работы, заложенных в проектно-сметной документации. Ну и также важно иметь правооспанавливающие документы в порядке и их показать. Для того, чтобы подтвердить, что вы собственник, что у вас есть право на реализацию общего проекта. Собственно говоря, здесь же необходимо подтвердить возможность вложения этих самых 20%. Значит, это я пропущу пока. Собственно говоря, как программа развивается? В этом году субсидии получили во второй раз в индустриальной парке. То есть первый раз по этой программе. Они были получены в прошлом году, на 2019, на этот год. В этом году на 2020 год. Ну, да, да, получили одобрение. То есть само соглашение будет заключено только в январе-феркале 2020 года. И деньги поступят только в первом квартале следующего года, если все будет хорошо развиваться. Значит, какие результаты в этом году? Значит, в прошлом году давайте вспомним. По-моему, 17 или 18 индустриальных парков просубсидировалось. На общую сумму почти 3,5 миллиарда примерно. Я сейчас до запятой не помню цифру. В этом году у нас, по-моему, 10 индустриальных парков на самом деле. Там 7 Гринфилдов, 3 Браунфилда, еще один парк добавился. И, соответственно, там 3 действующих, 7 новых. По действующим объектам ситуация такая. Они все могут тоже участвовать в этом конкурсе, но они должны как-то свой проект композировать на очереди и подаваться с новой очередью. То есть нельзя прийти и сказать, что у меня работающий парк, мне нужно еще, например, подстанцию сделать или очистные достроить. Так не получится. То есть нужно выделить территорию, сформировать под нее инфраструктуру, определить показатели эффективности, которые вы получите в ходе реализации этого проекта. То есть сколько компаний тут досядет, сколько рабочих мест появится новых, сколько инвестиций будет увеличено, какие налоги будут выплачены. И только тогда можно вот это все упаковывать, в том числе предпроектные документы, о которых говорил выше, можно прийти на конкурс и, соответственно, подать заявку. Ну и, соответственно, по деньгам, что у нас получилось. Вот 3 миллиарда 100 миллионов. Они распределены на два года, как вы видите. То есть у нас на 20-й год часть ушла, а часть на 21-й – это для двухлетних проектов. Здесь, наверное, по деньгам все. Значит, вот вы можете посмотреть – это список тех проектов, которые в этом году получили одобрение для получения субсидий. Здесь указана баллисть, то есть их баллы. То есть вот на этом слайде здесь баллы указаны, но это не все баллы, которые выставляются проекту. Также оценивается та эффективность, которую проект показывает, оцениваются затраты, оцениваются вообще общее состояние, так скажем, концепции и основных решений. И еще ряд технических моментов оценивается. Также есть баллы, которые даются, так скажем, повышающие баллы, дающиеся за определенные вещи. Например, если у вас парк на моногороде реализуется, у вас будет плюс балл. Если у вас парк на Дальнем Востоке, у вас будет плюс балл. Ну, там не плюс балл, но будет повышающий эффект. По-моему, есть еще несколько факторов. Все, наверное, не перечислился сейчас. Здесь не хватает, по-моему, у Фримского. Здесь рекомендации и замечания, которые получили эти проекты, перечисленные, получили эти проекты на предварительной стадии рассмотрения заявок. То есть они были сняты в итоге, но вот можно получить представление о том, насколько подробно смотрятся документы по каждой заявке. Вот здесь, например, у нас те проекты, которые не получили одобрение, но были отправлены, так скажем, во второй год. Да, и я забыл сказать, соответственно, программа также предусматривает субсидирование агропромышленных парков. Значит, какой-то подробной нормативки по вопросу агропромышленного парка вы в нормативных документах не найдете. Там просто есть строчка о том, что агропромышленный парк – это форма индустриального парка, предназначен для локализации компаний, перерабатывающих сельхозпродукцию, примерно так это сказано. И у нас есть расширение, у нас есть изменения в национальном стандарте, где мы также даем определение таким типом райков. Основное отличие в том, что в агропромышленном парке могут быть земли сельхозназначения. Их может быть определенный процент. По-моему, у нас договоренность до половины, не более половины, да, земель могут быть сельхозназначения, но эти земли не предназначены для выращивания сельхозпродукции. Эти земли предназначены для размещения перерабатывающих предприятий. У нас целый ряд предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцией, могут размещаться на таких землях, например, молотозаводы различные, зернохранилища, элеваторы. Ну и вот тоже немаловажный нюанс. Есть целый ряд проектов, который имел хорошую больность, но в конкурсе, например, в этом году участвовать не смог. С чем это было связано? Это было связано с тем, что есть положение в нормативной базе о том, что если на территории региона по этой программе есть незавершенные объекты капитального строительства, то участвовать в конкурсе нельзя с новым объектом. И, собственно говоря, и Республика Татарстан, и Белгородская область, вот эти все регионы перечисленные, они участвовали в 2019 году. То есть на 2019 год, в 2018 году они участвовали. И проекты из этих регионов получили субсидии, их сейчас получают, реализовывают. И вот с этим связано, что целый ряд весьма хороших проектов был недопущен другом курсных процедур в этом году. Про программу можно долго рассказывать. Они в очереди становятся? Что? Они в очереди становятся и после завершения своих проектов еще раз должны быть? Нет, они в очереди не становятся, они придут на следующий год, например, и в такой же процедуре с нуля будут участвовать. Понятно, что у них уже документы все есть, в принципе решение есть, мало что в этом смысле изменится, скорее всего. Но с кем они будут соревноваться за субсидию, это вопрос, потому что состав проектов будет неизвестен. И да, тоже я об этом не упомянул, эта байность, она не только отсекающая, но она еще такая конкурирующая. То есть, так как денег ограниченное количество, то вот как только они закончатся, там будет проведена линия, и все, что ниже, оно не попадает. То есть, логика такая. Раньше, когда программа, которая у нас существовала до этой, она была по другой логике. Выстроена, и там деньги получали все заявители, которые прошли формальный отбор. И деньги распределялись пропорционально. Итогом этого было два момента. Первое, что все вроде бы довольны, потому что все получили деньги. И в то же время все недовольны, потому что ни у кого денег реально на объект не хватило. Но объект капитального строительства, если у вас даже 90% от суммы, то где вы еще 10% возьмете, абсолютно непонятно. Поэтому здесь немножко более жестковатая процедура, но зато она более эффективная с точки зрения дальнейших использований. Скажите, пожалуйста, а на 2021 год есть решение с открытым финансированием в 2021 году? Тут надо, конечно, будет поинтересоваться у Екатерины, которая к нам сегодня здесь приедет, Босниковой. Это сотрудник Министерства экономического развития. Скорее всего, у них есть определенное согласование сумм, но все равно они будут переподтверждаться при формировании или до уточнения бюджета. И поэтому, скорее всего, будут какие-то дополнительные процедуры. Хотя деньги они закладывают. В принципе, в программе денег достаточно для того, чтобы такие суммы, например, резервировать и через год. Более того, там денег даже больше сейчас заложено, чем текущие субсидии, которые уже были распределены или одобрены. Программа утверждена на 6 лет с общей суммой финансирования более 30 миллиардов рублей. Да, но это разбито регламентами по годам, но, как бы, нет, сумма от 2022-2023 года, она сейчас не подтверждена, потому что бюджет будет формироваться на вечер год. Есть, ну, еще один ряд нюансов, да, сейчас перед этим словом отвечу, не на вопрос. Ну, например, эта программа, она очень жестко привязана к регионам. То есть, если регион какой-то получил субсидию, одобрение, то в дальнейшем перекинуть эти деньги очень сложно для Министерства экономического развития. То есть, если что-то случается там с проектом текущим, то, конечно же, приоритет в такой ситуации вложить эти деньги в другой проект, но на территории этого же региона. Вот, то есть, здесь можно определенным образом страховаться, вот, 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 там, с корпорацией развития, представляем, не знаю, региональной администрацией. Такой нюанс есть. Вот, у нас есть сейчас конкретный пример. Один из парков, одобренный в 19-м году, он, вот, сейчас, скорее всего, прекращает свое существование, у него есть открытая субсидия. Но, как бы, ее перекинуть некому, потому что в этом регионе больше нет парков никаких, и это проблема, на самом деле. А что это за парк? Ну... Девак, пока еще потом скажу. Это кому? А как можно переговорить? Хотя бы какой регион? Это, я думаю, что сейчас мы сможем ответить на вопрос, как перекидываются деньги, то есть мы не очень понимаем... Это можно будет с Екатериной переговорить, да, на эту тему. Так... Ну, вы не вернете просто субсидию федерального бюджета, вы платите приличные штрафы. Да, смотрите, на счет... Конечно. Если субъект федерации получает субсидию и не расходует ее, то возврат только по соглашению с приличными штрафами. Когда узнал о размере этих штрафов, у меня, если честно, волосы... На кого? На регионы, на регионы, на регионы. Да, тут процедуру, наверное, мне надо пояснить. То есть, смотрите, вот как только конкурс проходит и одобрение случается, дальше заключаются два соглашения. Первое соглашение между министерством, то есть федерацией и регионом, о том, что направляются деньги. И второе соглашение между регионом и управляющей компанией. Значит, вот формы доведения средств там несколько сейчас применяется, насколько мне известно, регионами. То есть, когда регион уже деньги получил, вот дальше он может либо напрямую перечистить управляющей компанией деньги и контролировать уже только результаты стройки и, собственно говоря, деятельности резидентов. Либо вот есть опыт, когда регион выжидает, например. Ну, то есть, он ждет, пока инициаторы, собственники, там, довложатся, хорошо, а потом он там деньги перечисляет. И вот есть третья ситуация, с которой мы столкнулись. Регион денег не перечислил вообще. Вместо этого он объявил конкурсные процедуры по 44 ФЗ на создание объектов инфраструктуры, которые были одобрены. Ну, тут, собственно, смотри, Варис, ты же одна о чем говорит. Есть единые требования ко всем проектам, которые могут приходить, субсидироваться. Но дальше подход реализации проекта, они остаются как раньше. Частный парк и государственный парк. Собственно, вот тот случай, о котором ты говоришь, когда регионы там, там, с торговой суммой либо доводят до муниципалитета, муниципалитет на с торговую. Вот это, как раз таки, пример реализации, ну, классического государственного парка. Так, погоди, сейчас, подожди. Значит, там же есть примеры, когда до частной управляющей компании все доводится напрямую. Да, это пример, конечно. Я его привел для того, чтобы этого лучше не случалось, для того, чтобы таким путем никто не шел, потому что, честно говоря, большие вопросы по и срокам, и оно будет или не будет реализовано. У нас есть тьма примеров, вот еще по предыдущей программе. Например, есть парк Свердловской области, который субсидию получал небольшой, и у них эта проблема возникла. Они объявили, они должны были объявить конкурсные процедуры, они их объявили. Первый подрядчик, значит, у них просто... Там два конкурса случилось, третий подрядчик, который пришел, он просто не сделал ничего. Ни в срок, ни как. И, соответственно, два года прошло, инфраструктуры нет. Вот такой нюанс может быть. Но, в целом, да, процедурно это так, и вы подписываетесь в этих соглашениях под результатами деятельности парка на 10 лет, по-моему. Точно до конца программы. Действие программы до 2024 года. И если они не будут выполнены, то, соответственно, у Министерства экономического развития есть тоже повод отозвать субсидию. Он будет забирать деньги у региона, а что будет делать регион, никто не знает. Надо будет решать регион в данном случае. Вот, так что, в принципе, да, штраф... Отвечаю на вопрос, там есть разные нюансы, связанные с штрафными санкциями. А что-то типа по процедуре, то есть как, получается, нужно упоминать деньги в регион, а регион потом... Как он должен сделать? Для часа отправляющих? Нет ответа на вопрос, как он должен сделать. Есть несколько вариантов. То есть я их обозначил. То есть регионы создают внутреннюю нормативную базу, где, наверное, и по ней доводят деньги. Вот сейчас этих путей там, ну, буквально два-три возможных. Собственно говоря, они обсуждаются, те регионы, которые уже сегодня получили у них. Эта технология, она уже, в принципе, определенным образом отработана. То есть здесь можно будет записываться как-то. Хороший вопрос, но я на него сейчас не отвечу, честно скажу. Надо посмотреть. Да, скорее всего. Либо они просто недоучтены здесь. То есть здесь ни бюджетными источниками, ни софинансированы. Не знаете что-то. Да? Саша? Спасибо. Саша? 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 Да. Саша? 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 Саша?